Одним из старейших театров нашего города является русский драматический театр имени Константина Сергеевича Станиславского. О спектаклях театра и о планах на будущее мы сегодня беседуем с директором этого учреждения культуры Дунаем Амандыковичем Яспаевым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Дунаем Амандыкович. Мы часто и с удовольствием входим в театр, ждем новых спектаклей всегда. И спасибо большое за ваш труд. Расскажите, пожалуйста, о театре, ну, о истории театра. Ну, наш театр один из старейших театров не только нашего города, а вообще республики. Мы сейчас уже заканчиваем 92-й сезон нашего театра. Наш театр был основан в 30-м году. Он был такой театр рабочей молодежи. А наш театр образовался в городе Балхаш. Поэтому Балхаши нас постоянно ждут. Видимо, они знают историю своего города, что театр Станиславского свой творческий путь начал именно оттуда. Поэтому и наш театр... Вот есть театр имени Станиславского очень мало, да, который назван именно в честь Константина Сергеевича Станиславского. Это вот из русских театров я точно знаю. И Риванский государственный русский драмтеатр имени Станиславского. И наш в Казахстане театр имени Станиславского. А в Москве театр Станиславского и Немиряучи Данченко. Это совсем... Если я не ошибаюсь, то... А нет, в Тбилиси там Грибоедово, кажется. В Тбилиси это Грибоедовский театр, русский театр. Ну, ему уже 130 лет. Тоже один из старейших театров. Мира даже, да. Так что театр имеет свои традиции, имеет свои принципы, имеет достаточно широкий диапазон репертуара, где находят свои предпочтения зрители любой аудитории. И детская, и молодёжь, и те, кому за плюс чего. Зрём. Да, зрём. Умудрённый опытом. Да. Так что мы гордимся этим, что мы верны принципам психологического театра. У нас миссия такая театра нести вот эту школу, потому что, что ни говори, даже великий Голливуд работает по системе Станиславского. Хотя их учил его же ученик Михаил Чехов. Вот я хотел как раз-таки спросить, а как же по Михаилу Чехову от внешнего к внутреннему? Ну, потому что сам Станиславский говорил, моя система – это не канон. Не система, фактически он говорил. То есть система что? Наоборот, система ограничивает, понимаете? 2 плюс 2 – 4. А Станиславский говорит, ищите, копайтесь в моих учениях и развивайте дальше. И в итоге Вахтангов развивал, Таиров развивал, Мейрхольд развивал. И каждое в своем направлении находил что-то новое. Чехов уехал и развивал его в Европе сначала, потом уже переехал в Америку. И вот когда мы смотрим американские такие шикарные фильмы или спектакли американских театров, сразу, сразу в глаза попадается, что все-таки это школа переживаний, а не представления. Скажите, пожалуйста, вот вы заговорили о традициях театра, но в традиции театра не только репертуарная деятельность, но и фестивальные. Расскажите о планах на будущее по фестивалям и о фестивалях, которые вам запомнились, вашему театру. Ну, фестиваль – это само по себе, это такой катализатор творческого потенциала любого театра. С 2017 года мы уже начали выезжать на фестивали на дальние зарубежья. Это Македония, это Сербия, Турция. Но в прошлом году из-за пандемии мы не смогли попасть в Армению, Грузию, Латвию. А так мы достаточно заявили себя на этих фестивалях. Мы попали, видимо, какие-то каталоги фестивальные. Бывают случаи, когда нам сами звонят и говорят, коллеги, вы можете прислать нам как бы ссылки на спектакли или заявиться. Предварительные просмотры. Потому что международные фестивали, они как организовываются, не так, как у нас привычно. За две недели отправили, за три дня стали известны участники. И утром приехали, в 11 часов играли, вечером уехали. Что было, никому ничего не понятно. И всем сёстрам по серьгам, да? То есть все довольны должны. А эти международные фестивали мы за год отправляем. Потом попадаешь в лонг-лист, потом в шорт-лист. И потом, если ты попал, ну, к примеру, из ста театров мира ты попал в десятку на афиши фестиваля, ты уже считаешься достаточно конкурентоспособным театральным учреждением. И в этой связи я с уверенностью могу сказать, с театром имени Станиславского достаточно конкурентоспособный современный живой театр. Я думаю, что со стороны актёров участие в фестивале — это не только возможность показать себя на сцене иных театров других стран, городов, но и обменяться опытом, посмотреть на коллег своих. Это жизнь, которая нужна каждому актёру и коллективу творческому. Ты на этих фестивалях смотришь, куда мы идём вообще. Правильно мы развиваемся или неправильно? Потому что то, что я как актёр когда-то в 90-е или 2000-е годы играл, это уже старый способ существования артиста на сцене. То есть артистическая профессия, она, ну, как профессия врача или инженера, мы должны 24-7 работать над собой. Тогда мы только можем быть, как бы, востребованными. Быть актуальными. Да, быть актуальными. А так, если ты думаешь, ой, у меня там 4 ордена, я народный артист, и всё, я всё сделал, всё, ты уже остановился. Значит, ты уже не жил. Это очень близко к тому, что сказала Файна Раневска, когда её спросили, а волнуетесь ли вы перед выходом на сцену? Она говорит, душенька, не волнуется только бездарь. Да. Она говорит о том, что любой актёр и коллектив творческий, театр всегда должен идти в ногу со временем, чувствовать дыхание зрителя, дыхание времени, чтобы быть актуальным, быть интересным. Иначе люди перестанут ходить, особенно молодёжь. А молодёжь нам нужно всегда учить, направлять, одухотворять, скажем так, классиками, в том числе и современниками. Да. Ну, как Раневская же и говорила, без пафоса, господа. Да, да, да. Ну, что было в начале, я не скажу, но в конце говорила. Хвостом скрывается обыкновенная. Да, да. Да, так что без пафоса, господа. Подскажите, чем, по вашему мнению, запомнился зрителю 2022 год? Ну, может быть, премьеры, события в театре? Ну, конечно, запомнился, потому что мы каждый год посвящаем, ну, свою репертуарную политику пересматриваем, сначала изучая такой, скажем так, зрительский сегмент и их, ну, какие-то желания, возможно, но это ни в коем случае не означает, что мы должны идти на поводу у зрителя. То есть мы должны такую продукцию выпускать, чтобы, ну, под названием спектакль, чтобы эта продукция нашла отклик у каждого. То есть у зрителей должен быть выбор. Не надо заставлять зрителя ходить каждый день там на какие-то спектакли, гонять их туда, да, палками. Если, я, например, придерживаюсь такого мнения, если в зале сидит, ну, 30 человек, но они купили билет самый дорогой, надо играть, потому что это наши зрители. А если сидят 600 человек, и из них 485 сидит с телефонами, снимает нас и разговаривает, зачем нам такой зритель. Но, слава богу, у театра Станиславского со зрителями проблем нет. У нас есть спектакли, на которых за месяц вперед нужно уже брать билеты, на примерные спектакли тем более. Ну, за 22-й год мы почти что выполнили весь план, который мы придумали, да. Вот сейчас идёт уже последний спектакль 22-го года, это новогодняя сказка, как «Принц принцессу искал». А другие примеры уже сыграны. У каждого этого примерного спектакля есть свой зритель. Ну, я некоторые назову. Для меня достаточно интересная была работа. «Прекрасная далёка», «Восемь женщин», «Старая зайчиха» тоже для нашего малого зала, потому что у нас в театре есть такой black box, то есть малый зал, который трансформируется, в котором только играются камерные спектакли. И поэтому мы тоже вот думали, как бы добавить в репертуар этого малого зала спектакля. В этой связи как раз-таки дипломная работа нашего актёра Марычева Андрея, он как раз-таки был принят для репертуара малого зала. Я назвал только два названия, но они достаточно показывают потенциал нашего театра. Я думаю, что в следующий год, в следующий сезон будет ещё пополняться не менее интересными, не менее актуальными спектаклями. Потому что на Новый год, то есть на 2023 мы уже проанализировав наш репертуар, мы поняли, что у нас что-то мало стало комедийных спектаклей. И у нас нету, к сожалению, сказок плюс 3, то есть 3 и 5 лет. Это означает, что у нас драматургий на этот возраст не обращает внимания. И у нас нет спектакля, почти что нет спектакля 15-17 лет. Но есть спектакль, конечно, который называется «На встречу мечте». Оно всевозрастное, но в любом случае надо работать в этом направлении. В этой связи мы сейчас как бы думаем о том, чтобы, может быть, организовать такой фестиваль молодых драматургов. То есть не обязательно иметь для этого диплом драматурга. Очень много креативных людей, креативной молодёжи, которые есть, что сказать, но им негде вот это всё реализовать. Поэтому мы хотим... Творческая лаборатория. Да, да. Мы хотим вот в нашем театре скоро откроется арт-кафе, где будут реализовываться вот эти планы. Мы всем этим молодым дарованиям даже поможем бесплатно. Мы организуем конкурс, сделаем, и на основе этого конкурса может быть у нас и появятся вот такие спектакли, которые нам не хватает. Пусть всё получится. Замечательно. Дай Бог. А насчёт актуальности театра могу сказать, что мы как-то с Еленой захотели сходить в театр день в день. Вот так у нас освободился вечер, и мы решили пойти в театр. Помнишь, мы с тобой зашли на сайт, и ни одного билета просто нет. Да, и не смогли купить. И вот тогда мы... Это знойные мамочки, ты говоришь о знойных мамочках. Да, кажется, да. И мы сами не сходили. Многих людей тоже знаю, кто хотели бы сходить, и прямо они с таким сожалением не успели. Ну да, но это знойные мамочки, по-моему, моя первая работа в театре Станиславского. Ну да, режиссёрская моя первая работа. Как раз нужно было поставить спектакль, как раз был юбилей городковой Пекушевой. Это вот старейшие актрисы нашего театра. И нужно было поставить. И мне тогда Завлит предложила вот этот материал. Я прочитал, у меня что-то там ёкнуло сердце. Зацепило, да. И я зацепило, и я приступил к этому. И, мне кажется, не знаю, говорят нормально, но... Ну вот вы заговорили о вашей режиссёрской деятельности. Помимо того, что вы директор театра и режиссёр, вы ещё и актёр. Бывших актёров, по моему мнению, не бывает. Вот вы сыграли в спектакле «Дорога в Киото» главную роль. А какие амплуа вам ближе? Вот, какой персонаж вам интереснее играть? Ну, чтобы зрителям было понятно, например, злодея или героя, или какую-нибудь очень остро-драматическую роль, характерную, например. Ну, знаете, вот... Я извиняюсь, но... Вот сейчас вот... Вот это слово, термин амплуа сейчас не совсем... Он уже ушло. Амплуатируется, потому что профессиональный актёр, он должен играть всё. Как говорил Станиславский, не бывает маленьких ролей, бывают маленькие артисты, или Станиславский учил нас, учит нас до сих пор тому, что в злодеях надо найти какую-то добрую сторону, в доброте надо найти... Червоточа. Да, какие-то другие моменты, потому что жизнь... Мы на сцене должны показывать жизнь, жизнь человеческого духа. У нас принцип играть на сцене по принципу здесь и сейчас. Хотя мы знаем, что Рамо и Джулиетта в конце умрут, но мы должны играть так, как будто мы не знаем, что они умрут, потому что этот процесс важен для зрителя. То есть процесс от А до Б. Как прошёл этот жизненный цикл героя. То, что как раз интересно зрителю, изменение персонажа на сцене. Как он как бы перешагивает, как он преодолевает вот эти трудности. И в итоге зритель понимает, можно ли отдать жизнь за любовь. Мы говорим, в принципе, да. Тогда по-другому задам вопрос. Я полностью с вами согласен, что амплуа уже уходит как термин. Актёр должен быть сейчас универсальным. Тогда скажите, какая из ролей, которые вы сыграли, больше всего заставила вас поменяться внутри? Или вызвала долгие поиски? Ну, все роли, они твои дети. Оно очень долго как бы формируется. И очень долго ты его носишь. И потом это рождается. Но, конечно, есть мои роли, которые до сих пор я люблю и помню. Это роль сына Абая, Абдрахман. Роль Махсата в спектакле «Одинокое яблони». И вот из репертуара в театр Станиславского, я там занят двух спектаклей «Дорога к йоту». Этот спектакль про меня, про моих коллег. Этот спектакль был поставлен по моему 50-летию. Но, слава богу, пока и идёт в репертуаре. И потом «Макбет». «Макбет» — это очень трудная роль, из-за которого я даже пострадал. Потому что есть такое понятие. «Макбет» — он такой, понимаете, материал, который мистически заряженный. Ну, я и там порезался, я текст очень долго учил и болел, но как-то вот справился. Лена, наверное, ты не знаешь, просто у Шекспира «Макбет» настолько мистически странная пьеса, что кто бы ни вставил её в мире, всегда это сопряжено с какими-то удивительными событиями. Иногда подчас, к сожалению, трагическими. Вот, поэтому я как раз-таки хотел вас спросить о роли «Макбета». Насколько вам было легко играть? Ведь изначально довольно честный вассал, да, короля Дункана, он превращается в безумного тирана, забывающего о том, что его поддерживали его друзья, убивающих своих друзей. Вот, насколько вам было легко искать? Что мотивирует этим человеком? Ну, понимаете, мы все не без греха. Поэтому вот эта вот жажда власти и жажда сиюминутной славы, оно как-то близко любому человеку. Но мы порой вот эти все наши пороки скрываем за масками. Там же есть у «Макбета», что мы иногда, мы, нас заставляет жизнь из сердца делать для лица маска, чтобы скрыть движение души. То есть в любом случае нас учили в роли должна быть твоя личная история. А моя личная история умалчивает история, но в любом случае там частица меня есть. Поэтому сказать, что было как бы с точки зрения профессионального отношения, было очень, скажем так, легко, потому что я такой послушный актер. А с точки зрения вот того материала, который я начитался, да, про «Макбета», про эти мистические какие-то, был страх. Что будет? Что будет? В итоге я порезался. И я думаю, что это было такое очищение кровью. После этого спектакль пошел. Но это было даже на примере. Я очень сжато играл, очень колотило меня, все вот колотило. И я думаю, что «Макбет» родился где-то, вот если мы играем его очень редко, но уже года два прошло. Наверное, где-то на пятый раз только родился «Макбет» у меня. Потому что это очень такой трудный, очень объемный. Объемный тренировок. Да, да, конечно. Спасибо вам большое. Творческих вам успехов и процветания. Спасибо вам. Всем доброго утра и хорошего дня всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok